приветствуем сек ликвидируют а все их решения принятые во время мобилизации в украине будут пересмотрены и это абсолютно не хайп заголовок это буквальная цитата из нового указа президента украины номер 732 этот указ был опубликован там буквально час-два назад и вот сейчас мы с вами его почитаем и поймем что нам ждать что ждать тем людям у которых есть инвалидность что ждать тем людям которые осуществляют уход за людьми с инвалидностью какие шансы что отменят их отсрочки и что делать в этой ситуации и так друзья еще раз указ президента номер 732 появился вот буквально пару часов назад этот указ президента утвердил решение РНБО которое касается деятельности МСЭК но не просто там какой-то МСЭК да не просто конкретной ситуации какой-то а в целом деятельности МСЭК по всей стране и вот сейчас мы с вами будем смотреть его текст и по ходу разбираться а что же там было решено итак смотрим вот этот указ называется он счёдопротедии корруппсийным та иншим правопорушением печас встановления инвалидности по садовым особам державных органев и здесь кто-то скажет все расходимся смотреть не нужно мышь не по садове особы друзья несмотря на то что вот такое название имеет указ он затрагивает интересы всех лиц инвалидностью а не только тех кто и является должностными лицами и идем дальше с вами и так пункт первый он касается только тех кто является должностными лицами и в этом пункте поручается СБУ генпрокуратуре ДБР нацполиции НАБУ провести соответствующие проверки и доложить о результатах проверки всего-всего-всего что касается установления инвалидности должностным лицам то есть это только по должностным лицам но вот переходим ко второму пункту и вот здесь под пункт а сразу же говорит о том что это решение РНБО и указ президента 732 касается абсолютно всех потому что здесь сказано что обязательно нужно исполнить решение РНБО номер 576 за двадцать третий год а по этому решению если мы его откроем и почитаем оно тоже было кстати утверждено указом президента так вот там говорилось что нужно создать комиссии которые будут проверять работу МСЭК и эти комиссии должны были в трехмесячный срок проверить все решения МСЭК которые были приняты во время мобилизации в Украине то есть 24 февраля 2022 года и по сей день и вот сейчас как бы президент Украины и РНБО напоминает вообще что есть такое решение и оно не выполнено а это значит что теперь уже я думаю никто его не отложит и действительно будут созданы вот эти комиссии будет проверка всех решений МСЭК а прежде чем продолжить хочу напомнить что у меня есть телеграм-канал информации в нем гораздо больше и появляется она оперативней чем в YouTube канале подпишись чтобы не пропустить новости мобилизации ссылочка есть в описании к видео идем дальше подпункт B пункта 2 здесь этот подпункт он снова касается только тех кто является должностными лицами особенность заключается в том что для них будут созданы спецкомиссии и по проверке их инвалидности и этих в эти комиссии будут входить представители ДБР СБУ и нацполиции а также кто еще военные администрации представители военных администраций то есть не только врачи да то есть обычных людей будут проверять только врачи а причем проверять я неправильно сказал не людей проверять документы будут а по должностным лицам будут в состав комиссии входить еще и представители правоохранительных органов ну понятно зачем чтобы уменьшить возможность коррупционного влияния идем дальше под пункт В он устанавливает срок отчетности и срок проверки то здесь установлен срок три месяца за три месяца должны проверить всех должностных лиц установление инвалидности и если будет подозрение что там было что-то не то должны будут уведомить правоохранительные органы но не нужно здесь расслабляться не нужно думать все это же меня не касается я же не должностное лицо я обычный человек нет друзья вот если мы вернемся к вот этому под пункту а про указ президента номер пятьсот семьдесят шесть за две тысячи двадцать третий год то там есть именно такая же норма что в течение трех месяцев отчитаться и если будет установлено какое-то подозрение что инвалидность тому либо иному человеку была установлена не совсем корректно то соответственно сообщить об этом правоохранительным органам либо же отправить этого человека на пара огля кстати пока еще достаточно нормативно-правовой базы для этого нет ну а я думаю что это дело времени идем дальше что еще здесь есть а есть здесь следующее под пункт г предполагает что мин цифры обеспечивает возможность цифровизации прохождением сек как это будет остается нам только догадываться но скорее всего человек теперь просто будет ходить не с бумагами с вот этими консультацийными выставками и так далее а все это будет вноситься в базу каждое посещение врача им сек просто будет иметь к этому ко всему доступ и только по этим выставкам которые внесены в систему будут принимать решение мне думается что смысл здесь такой дальше здесь речь идет о том что проверить выплату пенсии должностным лицам пенсии в связи с инвалидностью опять же нас это не касается идем дальше что касается снова всех пункт д разроблення то внесения на розгляд верховной рады украины двоеточие вдумайтесь у месячный строк законопроекту про внесения змин до деках законе в украине щода запроваджения оценивания особы зубмежением повсегденного функционувания то есть помните об этом мы уже говорили примерно год даже больше наверно года назад для шко заявлял что мы вообще отменим понятие инвалидность вообще не будет такой категории как лицо с инвалидности будет что человек там с ограниченным функциональностью и вот к этой катего истории возвращаются и не соответственно вы же видите оценивание особы зубмежением под всяк денного функционувания то есть слово инвалидность здесь вообще уже забывается а дальше вот здесь смотрите в этом же абзаце ликвидацию медика социальных экспортных комиссий с 31 грудня двадцать четвертого року то есть до конца этого года поставлена задача ликвидировать мсек и так подводим итоги что все это значит первое и решением сек принятые во время военного положения и мобилизации будут пересмотрены люди которые попадут под подозрение будут отправлены или на повторный осмотр либо же их данные будут переданы правоохранительным органам и они будут заниматься этими вопросами либо это и другое второе мсек будут ликвидированы прямо уже написано поставлен даже срок до 31 декабря двадцать четвертого года ликвидировать мсек соответственно исходя из того что там написано ликвидируется понятие инвалидность то есть законопроекты которые будут внесены скорее всего не будут оперировать таким понятием потому что будет вот это ограничение трудоспособности ограничения функциональности вернее к чему это мы подходим к вопросу отсрочки к вопросу отсрочки потому что как мы с вами знаем отсрочка она привязана к статусу инвалидности лица с инвалидностью как отсрочка того человека который имеет этот статус так и того человека который осуществляет утрымания лица с инвалидностью или уход за лицом с инвалидностью и соответственно что если убирается этот статус то вероятно будет и убираться отсрочка причем мы с вами знаем что закон обратной силы не имеет но также мы с вами знаем что мы можем по-разному трактовать это положение и это может привести нас к выводу о том что есть вероятность при которой уже в двадцать пятом году в украине вообще не будет людей которые имеют статус лица с инвалидностью даже если они получили его там 10 20 лет назад не важно будет заменен этот статус на другой и те люди которые получали в связи с этим отсрочку они уже не будут ее иметь вероятно пока мы точно не знаем потому что закона еще нет да мы только можем догадываться но соответственно вот так выезд мужчин из украины во время военного положения тоже привязан к статусу лица с инвалидностью указ президента не говорит о том что и как будет там опять же касаясь говоря о выезде мужчин из украины там затрагиваются только должностные лица говорится о том что для них нужно установить особые правила и теперь соответственно есть вопрос а какие же правила будут для всех остальных лиц с инвалидностью либо для сопровождающих лиц с инвалидностью вот это огромнейший вопрос буду за этим следить и как только будет появляться какая-то более подробная информация новая информация об этом обязательно сделаю видео и скорее всего еще быстрее сделаю публикацию в своем телеграм канале поэтому чтобы не пропустить подпишитесь как на мой youtube канал так и на телеграм-канал ссылочка на телеграм-канал есть в описании к этому видео на этом у меня все если вы считаете что данная информация была вам полезна ставим лайк этому видео ну а я традиционно пожелаю вам удачи благополучия и конечно же мира пока пока